Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Бойцы лучного спорта отличились на прошедшей неделе. На крупном чемпионате, который прошел в нашем городе, приняли участие не только рязанцы, но и спортсмены из других городов. Подробности в следующем сюжете. В Рязани на Лучно-арбалетном стрельбище проходит чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе из лука. Данные соревнования в новинку нашему городу. Проходят они впервые в истории. Здесь мы принимаем 10 регионов. Не только Центрального федерального округа. Здесь есть гости из Чувашии, гости из Ростовской области. Всего более 70 спортсменов. И эти соревнования идут как тестовые для нашего региона перед проведением финала «Спорткиады учащихся России», который будет проходить здесь в начале августа. Тоже впервые в истории вообще рязанского спорта Рязань будет принимать «Спорткиады учащихся России». Стрельба из лука для нашего города вообще абсолютно новый вид спорта. Впервые он у нас появился в 2004 году, а федерация образовалась еще позже, в 2007. Но, несмотря на это, уже сейчас это довольно популярный вид спорта. Более 400 спортсменов занимаются в федерации. В городе работает 4 специализированных тира. Ну, а что касается непосредственно соревнований, проходили они на ура. Да и погода, к счастью, не подкачала. Радуя солнышком, поддерживала спортивный дух участников. Наталья слегка волнуется, но считает, что верность в себе и поддержка тренера обязательно помогут обрести желанную победу. А стрельбой из лука занимается вот уже два года. А почему вообще решила заниматься стрельбой? Я как-то раз поехала на байдарках, и там мужчина сделал свой лук. Я попробовала, и мне правда очень сильно понравилось, и заинтересовалась. И приехала в Рязань, и поискала в интернете, и нашла, и пошла заниматься. В планах на будущее стать мастером спорта, а еще уверена, что стрельба поможет как при поступлении в высшее учебное заведение, так и в жизни в целом. А вот Дмитрий приехал на соревнования из Москвы. Как вам все, что с тобой? Отлично. Всегда с радостью приезжаем. В Рязань на соревнованиях. Хорошая организация, хорошее поле, гостеприимный народ. Для Дмитрия это уже далеко не первое соревнование. Стрельбой занимался еще в юности. И был неоднократным призером первенств еще СССР. Теперь в спортивной карьере второе дыхание. И чемпионаты, теперь уже Россия, также пополнили копилку спортивных наград. Для вас сейчас это просто удовольствие, или какие-то спортивные планы все-таки имеются? Имеются, конечно. Не только спортивные удовольствия. Удовольствия тоже, да? Вот. Есть планы, так скажем, на следующий год. Вот. Поездить, так скажем, на международные соревнования. Ну и как бы на той же России, так скажем, повыше приподняться в звании. То есть уже в тройку входить на каждых соревнованиях. Выдержка, спокойствие, усердие на тренировках и воля к победе, по словам спортсменов, путь к успеху. Ну и, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Так что занимайтесь спортом на здоровье. И обязательно будьте победителями. И не только в соревнованиях, но и в жизни. В Ростовской области прошло первенство России по тэквонду, в котором приняли участь около 700 спортсменов в возрасте 15-17 лет, более чем из 50 регионов страны. Представитель Рязанской области Михаил Шаров завоевал серебро турнира весовой категории до 63 килограммов. Спортсмен тренируется на базе Рязанской спортшколы Юпитер под руководством известного тренера Сергея Касьяненко. А тэквонду в нашем городе является довольно успешно развивающимся видом спорта. Тэквонду – корейское боевое искусство. Обычно переводится как путь руки и ноги. Но некоторые переводят как искусство ударов ногами и руками. Популярность тэквонду в последнее время – результат эволюции боевых искусств. Оно сочетает в себя приемы боя, самозащиту, спорт, упражнения, медитацию и философию. В современном тэквонду упор делается на контроле противника и самозащите. Искусство же в целом акцентирует внимание на ударах ногами с подвижной стойки, используя большую силу и большую досягаемость по отношению к руке. Техника тэквонду включает систему блоков, ударов ногами, руками и открытой ладонью, подсечек и фиксирование суставов. Россия! 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 Унификация различных форм тэквонду произошла в 1950-х годах, когда благодаря стандартизации правил появилась возможность создать полноконтактное спортивное боевое искусство. Применение правил, которые позволили вести безостановочный бой, введение защитной экипировки и перемены в различных приемах, способствовали созданию отдельного и самобытного стиля. Тэквонду давно пользуется огромной популярностью во многих странах мира. В России статус официального этот вид спорта получил в 1992 году. За прошедшее с этого момента время наши спортсмены успели удачно выступить на многих мировых и европейских чемпионатах, кубковых соревнованиях, неоднократно становились их победителями и призерами. В Рязани тэквонду начало развиваться чуть более 10 лет назад. И за это время рязанские спортсмены добились значительного прогресса. Несмотря на то, что единоборство все же считается мужским видом спорта, ведь представительницы женского пола по природе свои слабее в плане физических способностей. Потребность девушек в обучении тэквонду растет день ото дня. Наверное, это объясняется желанием всегда уметь постоять за себя. На данный момент за последние два года у нас большой набор именно девочек пошел приток. Это очень радует, потому что женское тэквонду очень сильно развивается в мире. И сейчас у нас где-то баланс в группах 65-70% ребят и 30% девушки. Раньше было 90 и 10. И достаточно хорошая женская сборная у нас. Сейчас есть Малышева, Александра у нас взяла бронзу, Зайцева, Татьяна, Зарецкая, Алена, такие спортсмены. И очень много маленьких девочек. Вид спорта ударный, не портит фигуру. Наоборот, девушки становятся стройные, сильные, но как бы тонус хороший. Тэквонду набирает популярность на глазах. Все больше и большее количество людей привлекает этот вид спорта. И теперь даже не так-то и просто попасть в спортивную секцию. На всех желающих просто не хватает квалифицированных тренеров. Кого попало с детьми, не поставишь. Поэтому кадров, конечно, у нас не хватает. Но я думаю, что мы сейчас прошли демографическую яму детей 97-98 года рождения, которого сейчас юноши, девушки. У нас их просто не хватало. А сейчас большой поток растет в 99-2000-х. Я думаю, что где-то через 3-4 года у нас будет хороший тренерский молодой персонал, которым мы значительно расширим набор секций. Сейчас у нас, ну, бывает, честно говоря, определенный дефицит мест свободных. То есть запись идет заранее с весны на осень. Традиционно тэквондо начинают заниматься с первого класса. Но даже если школа давно позади, нет ничего невозможного. По словам старшего тренера юношеской сборной России Сергея Касьяненко, начать заниматься никогда не поздно. Успешно развивается в нашем городе и, пожалуй, одно из самых популярных восточных боевых искусств – каратэ. Одним из основоположников именно Рязанской школы стал заслуженный тренер России Евгений Александрович Жерихов. Заслуженный тренер России Евгений Александрович Жерихов родился в Тамбовской области в 1957 году. Со спортом подружился рано. Любил, как и все ребята-ровесники, подвижные игры, лапту, футбол и особенно хоккей. Стать хоккеистом даже некоторое время было главной мечтой будущего тренера по каратэ. Однако тогда, в начале 70-х, родители не отпустили сына восьмиклассников в соседнюю область заниматься в Рязанске. О восточных боевых единоборствах Евгений Александрович узнал во время службы в армии. Впервые я не увидел, что такое каратэ. Это я увидел в статье в одной газете, когда служил в армии. Была статья про японского мастера, который приезжал в Москву. Как мы знаем, что каратэ в основном бурно развивалось в России. Это не в России, а в СССР в то время. Это в 79-м году была открыта Федерация СССР каратэ, первый открыт. И в это время приезжали японские инструкторы. И вот в одной из статей в советском спорте я эту статью увидел. Как японский мастер проводил занятия. Я там увидел красивый прыжок Тоби Йокогери, когда спортсмен выполняет высоко выпрыганную вверх и наносит удар боковой ногой. Мне это очень заразило. Далее после службы в погранвойсках Евгений Александрович окончил Ряжское профтехучилище по специальности радиомастер. Устроился в Рязани в городское телеотелье. Однажды меня попросил секретарь наш, иди сделай тренеру моему телевизору. Я ничего не спрашивал никогда. А когда пришел домой к этому мастеру, то я увидел, что у него на стене висят нучаки, кимоно лежит там. Дома был сын. И мы с ним разговорились, и он говорит, мой папа тренирует карате. Это был мой первый тренер, которым я потом пришел заниматься, Богомол Виктор. Я считаю его своим первым наставником. Они тренировались в клубе «Красные знания». Начало 80-х – это время бурного развития карате в Советском Союзе. Число занимающихся японским боевым искусством молодых парней насчитывало тогда десятки тысяч. Основное место для занятий рязанских каратистов стал спортивный зал Радиотехнического института. В это время произошло знакомство с Москвой. В это время наши инструкторы, четыре инструктора – это Волосатов Виктора, это Казаков Александр, Гурский Виктор и Боровских Юрий – они поехали на первый всесоюзный аттестационный семинар, который прошел в Минске, в Стайках. И там они были аттестованы как инструкторы. Это первые четыре рязанских инструктора, которые были аттестованы, и они приехали в Рязань. И там, после приезда Казакова, я видел такие радостные, веселые глаза, я встретил такого человека, познакомился с Т.Д. Шрафаиловичем Касьяновым. Вот здесь и началось наше знакомство именно с московской школой СНЭ, и руководителем которой был Т.Д. Шрафаилович Касьянов. Вот это произошло, сейчас скажу, это был 82-й год, в ноябре месяце. И с этого времени пошел наш отчет, это работа с Московской Федерацией. Мы стали филиалом школы СНЭ, мы постоянно ездили на тренировки в Москву. Они были очень рано, начинались с 7 часов утра и до 9. Это был СКМВО, Московский военный округ спортзал. И в этот спортзал ездили. Мы рано садились, где-то часа в 2 ночи садились на поезд с первой рязани. И группа рязани от рязани, там 5-6 человек, мы ездили на эти тренировки. Там, конечно, тренировки проводил сам Касьянов. Было очень заворожительно. Тренировки проходили настолько интенсивно. Приезжали мы после этих тренировок, конечно, неделю лежали, отходили. Потому что происходили спарринги, а спарринги с большими мастерами, черные пояса. А мы только начинали заниматься. Все шло хорошо, но, как и другим советским каратистам, Евгению Жирихову пришлось пережить и нелегкие времена. В 1983 году спортивные чиновники признали каратэ идеологически вредным. В прессе стали появляться протесты за стороны общественности против каратэ. А в Уголовном и Административном кодексах появились соответствующие статьи за самовольное обучение приемом каратэ. И как итог, 17 мая 1984 года появился официальный запрет занятий каратэ в спортивных обществах СССР. Практически все секции, которые были в Рязани, кроме десантного училища, прекратили свое существование. Но, естественно, мы не прекращали свои занятия. Мы, как говорится, если брать революционное время, мы ушли в подполье. Сбросили кимоно, что для нас было очень, конечно, так сказать, трудно для нас было. Потому что, когда мы снимали кимоно и заниматься в шортах, было как-то непривычно. Каратэ, потому что форма, она стимулировала, давала какой-то определенный заряд для занятий. Но мы начали заниматься другими. Мы начали заниматься самбом, мы начали заниматься боксом, одели бактерские перчатки и начали также продолжать занятия. В 1989 году формируется Федерация рукопашного боя. Открывается отделение и в нашем городе. Под эгидой этой федерации проживут рязанские каратисты больше 15 лет. Из успехов это проведение в 1995 году в здании Рязанского цирка чемпионата России по рукопашному бою, а в 1996 году по традиционному каратэ. Кстати, начиная с того времени, рязанские спортсмены начинают регулярно участвовать в крупных всероссийских турнирах. Первым рязанским чемпионом России стал воспитанник Евгения Жирихова и курсант училища связи Николай Пигарев. А в 2001 году сумели взять Кубок России, обыграв большие команды Москвы и Санкт-Петербурга. С этого времени, практически начиная, каждый год на каждом чемпионате у нас, мы привозили по одному два мастера спорта России и по одному два чемпиона. Очень много был у нас хороший юношеский состав, и мы много победителей. Переоста России было очень много. Такие знаменитые спортсмены были, как Рубцов Романов, Минашкин Василий у меня, Струйков Александровна, Стрелков Алексей. Рязань была уже довольно-таки сильно гремела в этом направлении, и все шло хорошо, и мы казали, что так и будет все постоянно. Большая группа инструкторов было порядка 10. Открыто очень много филиалов было. В Касимове открыт филиал, в Спаске, в Ряжске, в Александровнецке. В Строжилове был также филиал. Поэтому федерация развивалась, шла огромными темпами. Новое потрясение пришло в 2007 году, когда федерация рукопашного боя разделилась на три направления и стала фактически ведомственным спортом. И только в прошлом году почти 30 разрозненных федераций карате создали Всероссийскую федерацию всей стилевого карате. В этом году первый официальный чемпионат России пройдет в ноябре. Евгений Александрович Жирихов за свою спортивную карьеру неоднократно занимал призовые места. Второе место на чемпионате России, третье место на всесоюзном турнире, шестое место на первом чемпионате СССР по карате. За свою карьеру тренера воспитал более 35 мастеров спорта. Его путь в карате уже составил 35 лет, но останавливаться Евгений Александрович не собирается. Сейчас он продолжает тренировать своих воспитанников с усиленной энергией, ведь впереди еще много крупных, в том числе и международных турниров. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, ибо всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА